Не везет так не везет. Новый способ мошенничества стремительно распространяется в интернете. Теперь своих жертв злоумышленники находят на популярном сервисе междугородних поездок. Аферисты используют простую схему. Сначала запутывают пассажиров в выборе водителей, а потом снимают деньги с банковских карт. Дмитрий Гаврилов расскажет подробнее. В разгар новогодних праздников, когда множество людей спешили добраться до родных и близких, вместе с извозчиками активизировались и интернет-аферисты. Из-за них множество людей потеряли не только драгоценное время, но и немалые деньги. Схема проста и эффективна. Злоумышленники на популярном сервисе междугородних поездок маскируются под анкеты водителей, которые готовы за определенную плату довезти попутчиков в другой город, а для привлечения внимания ставят цены ниже средних. На их удочку попался и житель Перми, пожелавший остаться неизвестным. Молодой человек хотел добраться из Екатеринбурга в родной город. Вместо привычной оплаты наличными или через онлайн-банк после поездки, лжеводитель предложил оплатить услугу авансом, якобы через сайт сервиса. Ссылку прислал в мессенджере. Перешел по ссылке через Бирбанк, ввел свои данные с карточки и оплатил. Надо было уже ехать. Я начал звонить водителю и спросил, вы где стоите. Я даже не знал, где он стоит, понимаете. И номер оказался недоступен, и я так и не дозвонился до него. Деньги ушли в никуда. Подозрений у обманутого парня не возникло. Страница сервиса, через которую он произвел оплату, выглядела как настоящая. На самом же деле это был фальшивый, так называемый, зеркальный сайт, как две капли воды, похожий на настоящий. Но с пропажей водителя и 300 рублей проблемы Пермекания закончились. С его банковского счета бесконтрольно начали списываться средства. С него начали списываться моя зарплата, мои деньги личные, которые я откладывал. Это очень неприятная ситуация. Мне пришлось заблокировать карту. Всего с карты молодого человека похитили почти 10 тысяч рублей. Как правило, найти таких мошенников бывает непросто. Свои манипуляции они проводят из других городов. Поэтому лучшее средство защиты своих накоплений – это бдительность. Специалисты лаборатории Касперского советуют соблюдать несколько простых правил. Оплачивайте товары и услуги онлайн только на тех ресурсах, которым вы доверяете. Если от вас хотят оплаты через конкретный сервис, не переходите по ссылкам в сообщениях, а введите адрес сайта в браузере вручную. Обращайте внимание на URL-адрес страницы. Если он содержит ошибки, неуместные слова или расположен в странной доменной зоне, велика вероятность, что это ловушка. А лучше всего просто не соглашаться в таких случаях на авансы, а настаивать на оплате поездки по факту, как в такси. Дмитрий Гаврилов, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.